Всем привет! Мы в эфире клубка путешествий Михаила Кожухова начинает телемост Россия-Германия Я тут вижу Марину Марина, это у нас прекрасный проводник, с кем мы провели несколько счастливейших дней в долине Мозеля и в долине Рейна Посещали винодельни, пробовали вино, вообще погружались в винную культуру удивительную этого края и региона И Марина, конечно, это тот человек, кого мне сейчас очень радостно видеть, потому что она просто необыкновенная И по своим человеческим качествам и, конечно, по профессионам Да, всем привет! Я тоже не одна, это Вальтер, папа Михаэля, у которого мы были в прошлом году Пока он пробежал мимо, я его схватила Олег, вы знаете, Олег, вы знаете, мы были в Herbst с Олегом и в такой маленькой группе, который называется Музыка И это была группа, в которой мы... Да, мы говорили много с Михаэля, много говорили И сейчас корреспондируем мы о том, что мы говорили о том, что мы делали о том, что мы делали о том, что мы делали о том, что мы вернемся в середине Да, Вальтер тоже говорит, надеюсь, что в скором будущем все поймут, что все не так, как на самом деле Все поедут и приедут к нам в гости за нашим вином Конечно, конечно, это прекрасно Ну, это удивительно, кстати, винодельня Хочу сказать, что Михаэлю не так много лет Ему, по-моему, нет 30, но он перенял Он перенял прекрасное дело своего отца И, знаете, музыканты и виноделы, это суть про одно и то же Вот, а как вообще, Марин, ситуация сейчас в Мозеле, в винодельнях Когда здесь откроются для посещения Мы сейчас сразу, я думаю, мы сейчас Вальтера сразу спросим, потому что по разным землям все немножечко по-разному Я живу в земле северной Рейн-Вестфалии, здесь мы находимся, здесь Рейн-Ланд-Пфальц, здесь мы находимся, здесь Рейн-Ланд-Пфальц, и у них немножечко все по-другому Вальтер, вы знаете, что вы можете сейчас aufмахать? Also, келья сейчас находится на месте, можно купить И vom 13.05. А, классно. В тот сетке из меня получится. Его ушли на президенте? Ну вот Вальтер говорит, да, радостное время для нас наконец-то наступает. Магазин, который за моей спиной видно, там дверь, это магазин виноделия Вальтера Острое. Они вина как продавали, так и продают. В этом плане ничего не менялось. Единственное, везде стоят, конечно же, вывески «держите расстояние», внутрь можно заходить только с маской, там не больше двух человек в магазин, например, да. Но, наконец-то, он сказал, вот в скором времени уже с 13 мая будет возможность взливать вино. Я его спросила, что будет, что будет, что будет, что будет, что будет хорошая машина, температура, так что будут обычные винные бокалы, а с 18-го даже разрешают уже открывать отели, а парты. Можно будет приезжать. Внутри Германии не запрещен туризм, то есть это уже на усмотрение людей. То есть есть рекомендация не передвигаться далеко, но тут уже люди сами могут решать. Прекрасно, это просто прекрасно. Ихабали, совсем просто. Ну, кстати, винодельня Вальтера и Михаэля удивительно, потому что у них не только белое вино, но и красное. И, может быть, пару слов мы про это скажем, потому что это не очень характерно для этой местности. Олег, я тут немножечко в два уха, но можно рассказывать дальше, я слышу. Переводи. Да, просто Вальтер немножечко опять ушел к теме сегодняшнего вируса, и он говорит, что вообще мы не из тех, кто впал в истерию, в которую впали некоторые люди. Конечно, вся эта ситуация неприятна, но мы надеемся, что это скоро закончится, и я считаю, что вся эта истерия, конечно, преувеличена очень сильно. Он говорит, что мы не из тех людей, которые впали в эту истерию, а то, что только что ты рассказывала про красное вино, это действительно очень интересная тема на Мозе, или красное вино здесь было очень долго запрещено. До 1987 года это был запрет, потому что недалеко уже до Франции, и Франция очень долго блокировала это разрешение государством. Эта область была, она считалась чисто таким регионом белого вина, и красное вино виноделы подали в суд, и только через суд выиграли этот иск, и только в 1987 году они получили разрешение производить это красное вино, и семья виноделия... Международный суд в Страсбурге, а вообще запрет на красное вино сначала шел от епископа, потом от Наполеона, потом что-то там с Версальским договором, потом почему-то и при Гитлере тоже был запрет, и только вот в 1987 году в Страсбурге виноделы подали в суд, и в 1987 году разрешили. И хочу сказать, что, конечно, то прекрасное вино, которое я привез из этой вина Зилья, оно превосходное. А еще Бальтер рисует, потому что я видел его картины в погребе. Цель тебя дать кунстец. А, это кунстец. Так, кунстец в момент очень старый тема, потому что... Пока Олег рассказывал, мне тут Вальтер нашептал в ухо, что, первое, они сейчас сделали очень классное вино, как раз разливают его по бутылкам, так что к осени самое время приехать и попробовать его. И тема искусства, которую только что ты затронул, она тоже, конечно, сейчас особенно в моменты кризиса стала очень сильной. Мы очень рассчитываем, что в октябре, как и было задумано, мы вновь посетим винодельню, и, конечно, винодельню Вальтера. Здесь все будет зависеть от того, когда откроют границы Германии для иностранных туристов. Есть ли какие-то по этому поводу слухи, домыслы и так далее, Мария? Есть ли какие-то вопросы? И его посадили на карантин, да, но он прилетел. То есть прилететь можно? Другой вопрос, на чём? Я думаю, что... То есть официально вот такого чёткого запрета, что нельзя пересекать границы Германии? Нет, я не слышала. Мы не можем, чтобы не было ни разу, чтобы не пересекать границы, чтобы не пересекать границы, да? Это... Но в Нитр Скою. Но на России в Граница. Нет проблемы. И у Нитрицы в Границе. Они не будут. Они будут. И в наших работах и с регионом Пассивщинами. Д Singer. Но в Граница. В Граница. Это было не важно. В Граница. В Граница. И все-таки время еще нет. Дальше. Дальше. Вальтер говорит, что нужно смотреть, какая страна, что касается России, например, какой запрет или разрешение на выезд, очень по-разному от страны к стране, например, Бельгия, Люксембург, Голландия, все время карантина, не было никаких проблем, они могли въезжать. Это работники из Польши, которые тоже въехали, потому что у них есть специальное разрешение, бумага о том, что они едут на работу. А просто приехать из Польши, например, уже невозможно. Поэтому очень сейчас все непонятно. Немножечко нужно узнавать в каждой стране отдельно. У меня такой вопрос. Я помню, когда мы приехали к Вальтеру на винодельню, его сын Михаэль встретил нас с абсолютно такими синими или там, не знаю, фиолетовыми руками, если ты помнишь. Как получилось вино 2019 года? Красное меня волнует. Наверное, это больше, чем белое. Ага. 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 поблагодарить еще раз Вальтера за чудесное посещение, за то, что мы имеем возможность общаться. Что-что? В 18.30 сегодня на деле Вальтера Остера делает вообще очень интересную вещь. У них в Ютубе будет сегодня прямая трансляция проба вин, кух, кукинг, кухкурс, кукинг-класс и проба вин онлайн. Так что они будут для вас пробовать и рассказывать, что нужно почувствовать. Тогда ждем ссылку, Марин, да? В наш чат. Мы требуем но один линк. Да? Я думаю, что мы сделаем это после трансляции. Я получу линк от Вальтера и перешлю его дальше и его расположим мы на странице. Просто, наверное, сделаем так. И кому любопытно, я не знаю, что это будет на немецком языке. Нужно будет либо подтянуть кого-то, кто будет переводить, или быстро включить Google Переводчик. Да, конечно. Ну что ж, хорошие прогулки. Я с вами прощаю. Счастливо. Спасибо. Спасибо, Алик. Да, спасибо вам тоже. Счастливо. Добрый день. Приветствую вас из долины Мозель. Мозель – самый большой приток Рейна, самый большой левый приток Рейна. Матушка Мозель. Так называют, любя немцы, эту реку. Мы находимся в городке Эсгар-Эллер. Город, как и многие города на Мозель, славится своими винами, красотами, виноградниками и пейзажами. Посмотрите, какие уютные улицы в этом городе. Конечно, раньше это был очень богатый город. Да, ну, в общем-то, и сейчас здесь живут виноделы, как и жили раньше, и производят здесь свои прекрасные вина, ухаживают за старой архитектурой. Большинство домов, которые мы увидим с вами сегодня на улицах, дома, построенные еще в 15-16 веке. Посмотрите, здесь даже можно увидеть старый камень. Мы потрогаем его вместе с вами. И вот эту старую штукатурку с ума сойти! С 15-16 века! Ну, а мы пойдем с вами дальше по улицам этого уютного городка, где на стенах вы всегда увидите не просто какой-то плющ. Посмотрите, конечно же, это виноградники, 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 виноградники. Ну, на домах виноград, конечно, никто не собирает. Это для украшения. А мы двигаемся с вами дальше по улицам городка Эдигар-Эллер. Вообще, раньше это было два раздельных города. Был город Эдигар и был город Эллер. Но их объединили уже в наше время. Это 60-е, 70-е годы. И таким образом, в общем-то, стал один город Эдигар-Эллер. Вот везде, где вы видите зелень на домах, это, конечно же, все виноградная лоза. А дом, который мы проходим мимо, такой тип строительства, называется фахверковым. Фахверковые дома. Стоечно-балочные конструкции. Вот это деревянная балка. Из деревянных балок делается каркас. Посмотрите, вот эти коричневые деревянные балки. Это каркас. Промежутки заполняем дешевым материалом. Первый этаж цокольный, конечно же, из камня, чтобы дом стоял лучше. И вот так и получались фахверковые домики. Вот в этом уютном дворике. Было бы не проще остановиться и задержаться. Кстати, очень многие виноделы зарабатывают также побочно тем, что они сдают апартаменты, квартиры, мини-отельчики открывают и принимают здесь гостей. А гостей на Мозеле, поверьте, очень много. Люди приезжают сюда, чтобы погулять вот по тем склонам. Мы, кстати, выйдем сейчас с вами на винограднике и посмотрим, как прекрасно вообще здесь гуляется. Здесь чистейший воздух. Практически нет транспорта. Ну, а деревушки-то все маленькие. Откуда тут транспорту взяться? Конечно, люди ездят все на машинах. Но все деревни небольшие. Тысяча человек в деревне. Пятьсот, а то и триста. В общем, маленькие городки. Здесь чистый воздух. Можно сказать, даже почти горный. Ведь мы находимся с вами в долине. А долину с обеих сторон окружают крутые склоны. Вот такие великолепные дома стали здесь стоять с 15-16 века. Верхняя часть фахверк, деревянные балки. Нижняя часть каменная и отштукатуренная, конечно. На самом деле, то, что мы представляем с вами сегодня, крепость не отштукатуренную, просто из камня, или дом вот такой вот каменный, не отштукатуренный, это больше представление нашего времени, что тогда это выглядело так. Нет. На самом деле, люди уже тогда знали, в Средневековье, штукатурка прекрасно защищает камень. И те, кто могли себе позволить, штукатурили. А вот здесь в окне разместили изображение жителей. Вот так выглядела Средневековая стена. Как и все города Эдигар, был окружен стеной. Кусочек я вам сейчас покажу. Дело в том, что вдоль этой стены построены до сих пор дома. Пойдемте дальше. Мы будем двигаться по улице этого живописного городочка. Вот здесь, видимо, жил очень богатый купец, потому что весь дом построен из камня. Знаете, в немецком языке до сих пор сохранилось выражение. Когда говорят, что человек очень богатый, то по-немецки это звучит так. Штайнрайх. Богатый, как камень. Можно перевести дословно. То есть тот, кто может позволить себе построить дом из камня, сказочно богат. Штайнрайх. То есть мы говорим сказочно богат, а немцы говорят каменно богат. И вроде бы нам сначала не очень понятно, а что такого в том, что каменно богат. Да те, кто могли построить себе дома из камня, они были сказочно богаты. В городке, я даже, если честно, признаюсь вам, я не знаю, сколько здесь виноделов. Да каждый дом занимается здесь виноделием. В каждом доме производят вино. В каждом доме здесь принимают гостей. Один дом, дом винодела, а другой дом ферриен вон, он, как говорят, на немецком. Квартира для гостей, или же небольшой отельчик. И, в общем, все здесь заняты. Если что, некоторые части надо вырезать, я думаю. Вот туда надо будет выйти, куда она пошла, там очень красиво. Да ладно, я лучше сниму, лучше потом, мне кажется, вырезать. Нет? Или где-то звук просто убрать, или это сложно? Давай, тут дом красивый, я тут немножко. Этот дом тоже построек середина XVI века, как и многие дома здесь. Вадигар-Эллер. Мы идем с вами дальше по этой улице, к главной церкви города, к церкви Святого Мартина. Конечно, все равно, насколько небольшая деревушка, в каждой деревне всегда была церковь. Ведь человек средневековый, человек очень набожный, человек очень религиозный. Да и многие виноделы до сих пор по воскресеньям ходят на службу, и в городах большие процессии празднуются, посвященные разным святым. Город окружен склонами, все горы, которые вы видите передо мной, там везде виноградники, виноградники и виноградники. Главная церковь города церковь Святого Мартина. Интересно, а куда ведет эта тайная дорожка? Сейчас мы узнаем, что спрятали хозяева Эдигар Эллера от нас. Вы уже догадались? Конечно, это выход на склоны. Посмотрим, как растет у них виноград. Ну что, кто со мной в гору? so, вы как хотите а я дальше не пойду но покажу вам вид